Сегодня в Чувашии с рабочим визитом находится заместитель министра строительства России Андрей Чибис. Привлечение бизнеса в сферу жилищно-коммунального хозяйства считается сейчас одной из важнейших задач правительства. Недавно заработавший в Чувашии полигон ТБО. Удачный пример государственно-частного партнерства считает Андрей Чибис. Утилизация мусора одна из важнейших проблем современной цивилизации. Частный бизнес не всегда охотно входит в эту сферу ЖКХ, а государство в одиночку с такими объемами зачастую не справляется. Ситуация меняется, если за дело одновременно берутся обе стороны. Так возникает частно-государственное партнерство. Новый полигон ТБО, который около месяца назад заработал в Чувашии пример концессии. Частная компания построила объект, затем передала его республике. Регион в ответ предоставил данной компании право на эксплуатацию. В нашем случае на 25 лет. В первую очередь заместителю министра строительства показали мусоросортировочную станцию полигона. То, что может пойти на вторичное, использование отбирают, затем продают заинтересованным в этом сырье компании. То, что для вторичной переработки не подходит, обрабатывают и прессуют в брикеты с плотностью более тысячи килограммов на кубический метр. Это так называемые хвосты. Их перевозят на специальные оборудованные площадки полигона для постоянного складирования. Итог. Из столицы Чувашии, ее город-спутник и Чебоксарский район спасены от серьезной экологической проблемы. Благодаря полигону уже удалось закрыть спехтуринскую свалку. И инвесторы довольны. В качестве примера нашу республику Андрей Чибес привел и на недавнем инвестиционном форуме в Сочи. Мы видим, что ЖКХ меняется. Сюда идет бизнес. И для нас важно принципиально было показать действительно Волгоград и Чувашию. Потому что эти два концессионных проекта, это проекты, куда вложены деньги негосударственных пенсионных фондов. То есть это лучшие международные практики. Если вкладываются деньги в инфраструктуру, деньги пенсионные, это значит, что инвестор поверил в то, что условия для частного бизнеса в ЖКХ созданы, можно вкладывать. И мы видим, что это не просто бумага подписанная. Это реальные объекты, которые начинают работать и обеспечивать горожан. Мы являемся производителями мусора. И не знали, что делать с этим мусором, куда сваливать. Практически вот эта технология позволяет на самом деле выйти на окупаемость в перспективе переработки этого мусора. Затем замминистра посетил и сам полигон. Для его строительства, кстати, не пришлось жертвовать чистыми земельными участками. Размещение подобрано идеально. Это зона отчуждения химпрома. Конечно, подобными объектами заместитель министра удивить сложно. Такие он регулярно видит в Европе, Азии. Но для России Чувашский полигон-объект пока уникальный. Впрочем, перед правительством страны стоит задача. До 2020 года 80% госпредприятий жирно-коммунального хозяйства перевести в управление частных компаний. ЖКХ – это огромная отрасль с гарантированным спросом. Отрасль ЖКХ, оборот годовой, превышает 4 триллиона рублей. Вот если сравнить даже при сегодняшнем курсе, ряд европейских стран ВВП имеют меньше, чем ЖКХ Российской Федерации. И главная задача государства – создать условия для того, чтобы частный бизнес вкладывался, повышал качество услуг и при этом абсолютно легально, легально имел возможность вернуть свои деньги и на этом заработать. Больше не нужно искать серых схем в ЖКХ. Вкладывай, зарабатывай честно. Конечно, приход частников в ЖКХ скажется и на тарифах для населения. Слишком большие инвестиции уже вложены. Зато мы будем понимать, за что мы платим. Ольга Пыричкина, Андрей Шоклев, Республика.